Слово прокурор в переводе с латинского означает заботиться. И в последние годы наряду со множеством решаемых прокуратурой задач именно правозащитная функция надзорного органа наиболее заметна для всех жителей страны. Прокуратура сегодня стоит на защите самых незащищенных слоев населения. Детей престарелых, инвалидов, прокурор района серьезная должность и ответственность за принимаемые решения велика. В настоящее время на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара зарегистрировано более 7 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. И каждый из них, будучи работодателем, обязан соблюдать требования трудового законодательства. По этой причине одним из приоритетных и важных направлений деятельности прокуратуры Ленинского района города Самара является осуществление надзора за соблюдением трудовых прав, в частности в сфере оплаты труда, занятости и охраны труда. Это программа прокурор в теме и гость в студии Антон Сергеевич Шариков, прокурор Ленинского района города Самары. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, давайте начнем наш разговор. Но перед тем, как все-таки перейти к основной части нашего интервью, расскажите, пожалуйста, о самых ярких моментах вашей биографии, которые, конечно же, повлияли на выбор вашей профессии. Ну, наверное, необходимо сказать, что работу юриста в целом я выбрал, так сказать, пошел по стопам отца, он был юристом, ну и, соответственно, я поступил в юридический институт, а точнее в Московскую государственную юридическую академию, филиал в Оренбурге, окончил его в 2004 году, ну и после чего, конечно, устроился на работу следователем прокуратуры Сорочинской межрайонной прокуратуры в Оренбургской области, где проработал пять лет. Далее был карьерный рост, был назначен на должность заместителя прокурора небольшого района в Оренбургской области, сельский район. Занимал должность заместителя прокурора городов, районов, должность первого заместителя прокурора в Злудской межрайонной прокуратуры, первого заместителя прокурора города Оренбурга. В 2018 году был назначен на должность прокурора района, тоже небольшого района в Оренбургской области, и в апреле прошлого года назначен на должность прокурора Ленинского района города Самары. Скажите, пожалуйста, работа вот ваша, как прокурора, все-таки в районе области и в районе города сильно отличается? Конечно, есть свои сложности. Во-первых, необходимо отметить, что все-таки район сельский, так сказать, это небольшое количество населения, меньше органов госвласти, местного самоуправления, меньше поднадзорных объектов и так далее. В районе города у нас практически представлены все органы контролирующие, органы муниципальной власти и так далее. Соответственно, объем работы, конечно, существенно отличается. Но вот все-таки, какими качествами, в первую очередь, на ваш взгляд, должен обладать прокурор? Ну и, конечно, какие бы качества лично свои вы бы выделили в своей работе, которые, естественно, вам в ней помогают? Внимательно, мне кажется, в любой работе человек должен быть профессионалом своего дела. Это в первую очередь. Если человек профессионал своего дела, работа будет спориться. Однозначно. Целеустремленность, стрессоустойчивость. И, я думаю, тогда на должности прокурора все получится. Ну и, конечно, ответственность за принимаемые решения. Скажите, пожалуйста, вот еще, если мы все-таки о профессии прокурора говорим, сложно ли вам в работе отличать все-таки личное от профессионального? Всякие разные случаи бывают, и к вам приходятся бедами и болями разные люди разного возраста. И вот как определить зерна от плевен? Понимаете, при приеме граждан конечно, в первую очередь пытаешься услышать суть проблемы. Человек, да, посетитель, он может говорить много. Начиная с каких-то личных моментов и заканчивая, собственно, проблемой. И важно дослушать человека до той проблемы, которую необходимо решить. И в этом случае если прокурор либо работник прокуратуры понял проблему, понял суть проблемы, выработал какой-то план ее решения, то человеку, конечно, мы поможем. Ну, я могу так сказать, что в процентах 90 случаев нет нерешаемых проблем. Главное понять ее, обратиться к законодательству, и проблема будет решена. Но все-таки еще и прокурор это немножко психолог, потому что заявитель, когда приходит к вам, в том числе и на личный прием, он же ведь высказывает свою точку зрения проблемы, да, но ведь есть еще и другая сторона, медали, которую тоже нужно выслушать, рассмотреть. Вот как вы работаете с делами, с обращениями граждан? Все обращения граждан, поступающих в прокуратуру района, вот, допустим, если взять 2001 год, в прокуратуру Ленинского района поступило 2188 обращений. Порядка 70% из этой массы были рассмотрены именно в прокуратуре. Остальные 30% были перенаправлены другие ведомства для рассмотрения удовлетворенных обращений вот из этого количества порядка 40%. Порядка 40%. Это много-мало, вот, если судить по вашей статистике? Да сложно сказать, много-то или мало. Это, на мой взгляд, количество достаточно большое. Ряд вопросов, которые задают нам граждане на приеме, они заведомо, заведомо неправы, и, соответственно, их проблема, как им кажется, их проблема, она не будет решена. Вот. В таких случаях, конечно, отказываем удовлетворение жалоб, разъясняем. Разъясняете? Да. Разъясняем. Кричевое слово разъясняете. Почему было принято решение об отказе удовлетворения жалобы? Со ссылками на законодательство и так далее. Конечно, любое решение может быть обжаловано вышестоящему прокурору, в суд. Здесь право каждого гражданина, конечно. Здесь право каждого гражданина, конечно. Но вы, если вы отказываете в рассмотрении дела, вы подтверждаете, как минимум, наверное, статьями закона, верно? Совершенно верно. Человек уже понимает, что действительно вы правы. Да. Совершенно верно. Антон Сергеевич, в каких случаях нарушение трудовых прав граждан следует все-таки обращаться в прокуратуру? Расскажите, пожалуйста. Что касается трудовых прав граждан, сейчас в условиях, так сказать, нестабильной экономической ситуации много поступает жалоб граждан на нарушение трудового законодательства. Много. В первую очередь, это не своевременно, либо не в полном объеме выплата заработной платы. Это увольнение при ликвидации организации, либо при сокращении штатной численности предприятия. Это нарушение правил охраны труда. Вот, допустим, в 2021 году поступило обращение по именно линии нарушения трудового законодательства 130 с небольшим все они были соответственно рассмотрены. Как правило, кстати, необходимо отметить, что 90% таких жалоб удовлетворяется. Есть обращение граждан жалобы на неоформление трудовых отношений. За это также предусмотрена административная ответственность по статье 5.27 Кодекс административных правонарушениях предусмотрен штраф. Мы можем обратиться в интересах гражданина в суд с целью установления трудовых отношений и выплаты положенной ему заработной платы. нарушения нарушения трудового законодательства в прошлом году прокуратурой выявлено порядка 570. И из них большая часть это 280 нарушений. Это именно нарушения при оплате труда работникам. А скажите а вообще на что надеется работодатели когда они напрямую нарушают закон работников что работники не будут обращаться но вот сколько мы с вашими коллегами разговаривали на эту тему в эфире нашей программы замечают что люди сейчас продвинутые что они просто так не спускают эти дела не оставляют без внимания соответственно идут в прокуратуру так ведь работодатели потом ждут санкции ждут штрафы и так далее вот почему все-таки происходит нарушение закона работодателем как вы считаете вот при проведении проверок по жалобам обращениям граждан по нарушению трудового законодательства мы всегда вызываем приглашаем вызываем работодателей к себе и берем объяснение во всех практически случаях в большинстве они говорят сейчас у меня сложная экономическая ситуация на предприятие я готов заплатить но готов заплатить через месяц через два так но это же можно документально как-то оформить верно законно юридически по трудовому кодексу гражданин у нас должен получать работник должен получать заработную плату два раза в месяц ему у него такая же семья ему кормить детей и ждать пока предприниматель работодатель решит свои финансовые проблемы у него я думаю никакого желания это не проблема работника совершенно верно это проблема работодателя человек отработал положенное время будет добро заплатить выплатить заработную плату если установленные законом сроки заработная плата не выплачена соответственно принимаются меры по проску реагирования если добровольно не выплачиваем заработную плату мы обращаемся с исковым заявлением в суд плюс ко всему соответственно административная ответственность по статье 5.27 кодекса административных правонарушений если выплата заработной не выплачивали заработную плату более двух месяцев то мы уже говорим об уголовной ответственности по статье 145 прим Головного кодекса но все-таки Антон Сергеевич какие еще меры предпринимает прокуратура вот как раз в сфере восстановления трудовых прав работников ведь люди работают хотят работать и дальше обеспечивать свои семьи как вы совершенно верно заметили конечно ну меры реагирования мы принимаем как правило весь комплекс мер прокурорского реагирования это исковые заявления представления об устранении нарушений законодательства привлечения к административной ответственности опротестовываем их локальные какие-то акты допустим о увольнении и так далее то есть мы выбираем те меры которые будут достаточны для того чтобы восстановить нарушенные права работников или приемлемы для данного работодателя совершенно верно либо приемлемы наша основная цель это восстановить права трудовые права работника чтобы работодатель выплатил ему денежные средства которые он заработал это основная цель скажите пожалуйста а вот какое нарушение трудового законодательства является ну может быть в последнее время или на сегодняшний день вот самым распространенным самое распространенное я повторюсь это конечно же не выплата либо не полная выплата заработной платы вы еще сказали об оформлении трудовых отношений а вот скажите имеет ли право работодатель принять на работу человека без оформления трудового договора на работу принять можно у нас и трудовое законодательство и верховный суд разъяснение тоже давал работник считается принятым на работу с момента когда он к этой работе приступил по поручению работодателя либо его полномочного представителя но в течение трех дней должен заключить письменное оформить трудовые отношения письменно оформил все работник значит трудовые отношения у нас оформлены и значит нарушений никаких в этом случае не будет в случае если работодатель кстати такой тоже встречается и нередко когда люди устраиваются на работу им обещают какое-то время там месяц типа испытательного срока а потом мы с вами заключим трудовой договор проходит месяц нетрудового договора ни заработной платы ничего этого нет человека отправляют на улицу просто обманывают чистой воды обман куда ему идти он конечно же приходит к нам в таких случаях тоже вы помогаете конечно в таких случаях мы помогаем мы значит обращаем суд с целью становления трудовых отношений взыскиваем задолженность по заработной плате и так далее доказать то что человек работал именно у этого предпринимателя там либо организации да в принципе не сложно суд принимает любые доказательства допустимые относимые это и показания самого работника это и показания свидетелей которые работники которые наряду с ним работали да в этой организации там либо предприятия это и какие-то путевые листы если он был водителем и так сказать выезжал на автомобили и журналы инструктажи и много-много что фото и видео фиксации которые сейчас присутствуют практически на всех предприятиях скажите пожалуйста вот предусмотрена ли ответственность за отказ в приеме на работу гражданина ну вот предпенсионного возраста актуальны вот эти на сегодня вопросы законодательством предусмотрена ответственность за нарушение законодательства когда в случае неприема на работу гражданина предпенсионного возраста что такое предпенсионный возраст Это возраст до 5 лет, до момента назначения пенсии по старости. В случае отказа, предусмотрена не обоснованного отказа, предусмотрена уголовная ответственность по статье 144 Уголовного кодекса. Она предусматривает штраф до 200 тысяч рублей, либо в размере заработной платы иного дохода осужденного на срок до 18 месяцев, либо обязательные работы. Аналогичная ситуация и с беременными женщинами и женщинами, имеющие малолетних детей. Необоснованное увольнение под тем же мотивом, также уголовная ответственность, но предусмотрена она уже статьей 145. Необоснованное – это какое? То есть нет, вы нам не подходите, либо нужно привести какие-то статьи закона, или как обосновать? Необоснованное? Что такое необоснованное? Когда работник выполняет свои трудовые функции так, как должен их выполнять. К нему по работе нет претензий. Так если он еще не приступил, как узнать, что он с ними не справится? Нет, если мы говорим про беременную женщину, либо у кого, кто уже к пенсии подходит, но фактически работает. Да, и их увольняют. Вот если работник полноценно выполнял свои трудовые функции, ему нет нареканий по работе, и только с учетом того, что у него ребенок до трех лет, грубо говоря, работодатель его решил уволить, потому что он часто находится на больничном с ребенком, или еще какие-то причины. Это не обоснованное. В этом случае будет наступать ответственность. Ну хорошо, это когда увольняют. А я спросила вас за отказ в приеме на работу. В приеме на работу, ну допустим, предпенсионного возраста, да, мы возьмем гражданина, который устраивается на работу, он, значит, соответствует всем тем критериям, которые необходимы работодателю. Критерии образования, навыки профессиональные, да, и так далее. Состояние здоровья, все. Работодатель, мотивируя свой отказ, говорит, что извините, вы нам в принципе-то подходите по своим профессиональному качеству, но так как вы уже человек предпенсионного возраста, мы вам отказываем, так как нам нужно на длительное время взять работника, который будет работать там не 3-4-2 года, а 5-10-15 лет. Это будет необоснованный отказ. Как доказать, вот, в прокуратуре, что вот именно такой отказ получил человек? Нужно заходить с камерой? Ну понимаете, доказывать это прерогатива органов следствия. Вот они пусть доказывают. Если человек обратился с заявлением прокуратуру, да, либо там следственный комитет, правоохранительные органы, с заявлением о том, что ему отказали вот по такой-то причине, проводится по данному факту проверка. Да, у нас 144-го уголовного кодекса. Правоохранительные органы проводят проверку, и они уже доказывают этот факт. Действительно ли, подтвердился ли этот факт, то есть то, что говорит нам работник, либо нет. И от этого уже будет приниматься решение. А вот интересно, когда начинается прокурорская проверка в адрес такого работодателя, он потом принимает этого человека, либо все равно отказывает и находит достоверные причины? Обоснованные, как вы уже сказали. Вот могу вам сказать следующее. Мы обсуждаем вот этот вопрос, да, но пока я здесь работаю, такого факта не было ни одного. И ни одной из жалобы от граждан не поступало. Вот. И надеюсь, что их и не будет. Полностью вас поддерживаю. Ну что же, тоже актуальный вопрос, может ли работодатель привлечь работника в нерабочие праздничные дни, если он это делает нужно, это как-то оформлять документально? У нас 113 статья Трудового кодекса, она предусматривает работу, отшление работы в нерабочие праздничные дни, это по согласию работника. И без согласия, но в определенных случаях, когда происходит какая-то катастрофа, какие-то аварии, происшествия, ЧП и так далее. Ну, форс-мажор, проще говоря, да? Так их назовем, конечно. Можно привлечь, но в данном случае работа должна оплачиваться в двойном размере. Минимум в двойном размере. В большем можно, но минимум в двойном. Ну, это наверняка прописано в каждом трудовом договоре, вот такие моменты, да? Я имею в виду сейчас какие-то дополнительные соглашения, потому что если вдруг, не дай бог, случается, ну, какое-то происшествие, человек получил травму на работе именно вот в эти дни, то тогда спрос с кого? Если человек давал согласие на работу в эти дни, то, соответственно, и травма была получена не по вине работодателя, то работник как бы отвечает сам за себя. Если по вине работодателя, то неважно, работал он в нерабочие дни или в рабочие дни, ответственность будет нести работодатель. Вы знаете, к нам в редакцию очень часто обращаются люди, у которых бытовые проблемы, ну, не решаются годами. Я сейчас, может быть, немножечко отступлю от темы, но это тоже актуально. Например, текут трубы, топят подвал и так далее. И куда только не обращались, куда не писали, везде отказы и отписки. Скажите, пожалуйста, помогаете ли вы решить вот чисто вот такие бытовые проблемы, хотя я знаю, что именно с проблемами в сфере ЖКХ к вам обращается чуть ли не каждый второй? В сфере ЖКХ нарушений очень много, очень много. Их даже больше, чем нарушений трудовых прав граждан. Из всех тех двух с небольшим тысяч обращений, которые к нам поступили, наверное, процентов 60 это ЖКХ. И ЖКХ в широком смысле это не только затопление подвалов, порыв труб, крыш. Это и выставление счетов, необоснованных, да, ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями и так далее. Это уборка снега, уборка территорий, подъездов и всего остального. Масса жалоб поступает по линии ЖКХ. Часть жалоб, конечно же, направляется, допустим, в ГЖИ, если там относительно платы, начисление платы контрольного органа, начисление платы там за жилье и так далее. Большую часть мы рассматриваем у себя в прокуратуре, проводим проверки этих управляющих компаний, ТСЖ, ООО и так далее. Ну и, конечно, ресурсоснабжающие организации тоже подвергаются проверке в случае поступления жалоб. Каждые жалобы рассматриваются в установленные сроки. При наличии оснований меры принимаются. И таких жалоб удовлетворяется, в принципе, немало. Бывают такие ситуации, когда человек пожаловался в прокуратуру, допустим, о том, что несвоевременно очистили придомовую территорию. Управляющая компания, да? Мы выносим распоряжение о проверке. На следующий день, допустим, мы выезжаем на эту проверку. А территория почищена? А территория уже почищена. Совершенно верно. Какие меры тут можно принять? Никаких. Но главная цель-то достигнута. Да. То, по какой причине гражданин жаловался к нам, все устранено. А это для нас самый важный результат. Не самое главное принять меру, наказать, привлечь и так далее. Убрали, слава Богу. Антон Сергеевич, какой категории гражданских дел участие прокурора считается обязательным? Гражданский процессуальный кодекс предусматривает категорию дел, где участие прокурора обязательно. Их целый перечень таких ситуаций. Это и ограничение лишения дееспособности, усыновление, выселение. Это и трудовые правоотношения, в том числе социальные. Какие-то нарушения социальных прав граждан, там тоже определенный перечень. Большое количество дел. Все перечислять не буду, конечно. Ну, хорошо. Наверное, нет таких дел, куда не может вмешаться прокуратура, наверное. Вот так вот, да? Ну, согласен. Ну что же, я не могу не спросить вас о Ленинском районе. Территория благополучная, если говорить о криминальной ситуации? Ну, каждый район в городе, у каждого района в городе, да, свои проблемы с преступностью. Где-то распространены наркотики, где-то там есть убийства, где-то другие преступления. Ленинский район, он относительно спокоен, относительно в части преступности, да. Преступность, хотя необходимо ответить, что вот на сегодняшний день, за 4 месяца истекшего года, преступность растет. И растет почти на 20% по территории района. Мы, конечно, анализируем, почему. Ну, основная причина роста, существенного роста преступности за 4 месяца текущего года, это факты, сообщения, ложные сообщения об акте терроризма 207-го уголовного кодекса. Большинство звонков, они осуществляются по территории Ленинского района. Как правило, это преступления латентные, они по большей части не раскрытые, так как на территории Ленинского района большая концентрация органов госвласти и местного самоуправления. Очень много, да, объектов социокультурного. Да, совершенно верно. И за счет этого вот в текущем году произошел рост. В целом, если брать вообще уголовные какие-то преступления, кражи, там, грабежи, разбои, угоны и так далее, то в целом ситуация стабильная. Ну что же, и последний вопрос, который я задаю сегодня вам в нашей программе. В чем, по-вашему, заключается все-таки призвание прокурора? Призвание прокурора, в первую очередь, конечно, это защита прав граждан. Это основное призвание прокурора. Это защита прав граждан не только в порядке проведения каких-то общенадзорных проверок, рассмотрения жалоб. Это и защита прав граждан в суде по уголовным делам, в том числе по гражданским делам, восстановление прав потерпевших по уголовным делам. Это основная роль прокуратуры. Спасибо вам большое за очень информативную беседу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». И как вы могли убедиться сегодня в нашем эфире, прокурор действительно в теме. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова